Активно делегаты проработали все вопросы. Она была не простая, не стандартная, но, слава Богу, был конструктивный диалог, открытое голосование, что тоже очень важно, поддержало большинство, как сказал наш делегат из Саранска, самый, наверное, долгожитель в биатлоне, это Кузьмичок Анатолий Нестерович, он, как образовалась Федерация лет 30 назад, он бессменный президент там у них в Саранске, единственный у нас такой. То есть мы, одна семья, надо глаза смотреть открыто друг к другу, и многие в этом поддержали, чтобы выражать свои воли изъявления. Но делегаты отметили программу и того, и другого кандидата, и обе программы нацелены в первую очередь не на свои какие-то личные амбиции, на развитие нашего вида спорта, в наше сегодняшнее непростое время все сошлись во мнении, что делить нам нечего, надо вместе это делать. И, наверное, этому стало и наше совместное решение, тут не уходить какие-то во вторые, третьи туры, а зафиксировать решение на данном моменте, при этом продолжить совместную работу по потенциальным партнерам, тем более есть определенные договоренности у Алексея Викторовича, с нашей стороны, чтобы вне зависимости от того, как мы проведем вторую конференцию, не думать только о выборах, а заниматься работой, заниматься делом. На благо Биатумы. Объясните, пожалуйста, вы подписываете договор с потенциальными спонсорами, Алексей Викторович его тоже подписывает, один из вас в любом случае будет проигравшим. Какие условия вы будете прописывать договоры сейчас? Нет, в договорах не будет две подписи, в договоре с тем или иным спонсором будет договор действующего президента, то есть мой, да. Который будет знать, что вы можете не быть президентом, и не устраивать. Конечно, но потенциальный партнер знает того же Алексея Викторовича, поэтому тут все карты перед всеми открыты. У вас были переговоры с Алексеем Викторовичем после первого тура, можете рассказать, о чем вы говорили? Мы как раз вот и говорили о ближайших двух месяцах работы, будем ли мы там зациклены опять на агитации за себя, или все-таки будем работать. То есть пришлись ко мнению, что будем работать. Не уговаривали, может быть, Алексея Викторовича, какими-то вот, ну, одного голоса вам сегодня хватило, какое-то джентльменское соглашение заключить? Алексей Викторович, наверное, не тот человек, которого можно уговаривать. Я у себя там на конференции 4 года назад, примерно в подобной ситуации, и я понимал, чтобы там была немного другая ситуация, там и уже президент уходил, и нового не было, там, чтобы вообще не застопорить всю деятельность Федерации, было логично принять это решение. Вот, сегодня, так или иначе, продолжаю руководить Федерацией до следующих выборов, поэтому мы все взвесили и приняли совместное решение. Обидно, когда не хватает одного голоса? Можно сравнить с 20-м промахом в индивидуалке? Вы знаете, я об этом не задумывался, обидно ли мне сегодня или не обидно. Обидно больше, наверное, то, что когда тебе в глаза говорят, что поддержат, а потом не поддерживают, вот это обидно. А много таких было? Пару-против было. Насколько это критично или не критично для российского биатлона, что до конца августа не будет ясности с руководством? Абсолютно не критично, я повторюсь, что у нас нет такого там внутреннего раздра, и я надеюсь, что закончится все это информационное, конечно, мы не будем пищи для работы давать, да, это обидно, но тем не менее, я думаю, что на какой-то период точно все затихнет и будем спокойно работать. Если устав и новые голосования, новый формат голосования будут приняты в Мстерстве юстиции, как оцениваете свои шансы, легче вам будет сложнее, чем вы придаете? Тут можно только говорить о сегодняшнем дне, да. Сегодняшний день расклад такой, но я не думаю, что что-то сильно может поменяться, что-то сильно может поменяться, потому что если делегаты, вернее наши члены приняли решение, кого поддержать, что может измениться за два месяца для того, чтобы не нужно что-то серьезное произойти, чтобы они поменяли свое мнение. А следующие выборы тоже будут открытыми или есть какие-то варианты? За это голосуют конференции. То есть перед началом опять будет голосование? Ну, на следующей конференции будет очень немного вопросов, буквально, я так вижу, не больше трех. То есть выборы президента, это отчет ревизионной комиссии, который мы сегодня не приняли, потому что там произнес нарушения определенными, и до избрания из полкома, у нас, мы сегодня, ну, президент пять, в принципе, это коллегиальный орган, у нас прописано, что до 11 человек, это говорит о том, что все кандидаты сегодня, ну, как бы, у нас было 24 кандидата, да, и все, ну, не просто так там заявились, и за всех отдали голоса, за всех отдали голоса, и только за четырех отдали, там, квалифицированное большинство, это 50 плюс 2 голоса, поэтому, я думаю, мы доизберем, ну, кто, опять же, тут люди тоже, я думаю, сделают для себя тот или иной чек, через два месяца, сколько за них голосов отдали, там, пять или десять, и они тоже понимают, что есть смысл снова заявляться или нет. Наждаф сказал, что он за то, чтобы на следующей конференции журналистов пустили туда, чтобы все видели, что происходит. Вы за или против? Конференция решит, если такой вопрос возникнет. Но как конкретно вы? Я не считаю, что мы онлайн должны вести конференции, мне недавно сказали, а что ты, говорит, давай это продадим кому-нибудь, там, вот на эту тему, там, да, там, за какие деньги, ну, когда совсем будет не на что есть, мы над этим подумаем. А можете назвать, кого уже точно избрали в исполком? Да, это не секрет. Сергей, если я еще быстро мне напомню, это Анна Богалий, Евгений Редькин, Максим Чудов и... Иван Мелехов. Да, то есть, это те люди, нужно было набрать 50% плюс 2 голоса, это минимум 29 голосов. Вот, и набрали там 34, 35, кто-то 30, остальные есть там 27, 28, 26. Ну, Александр Иванович Есев набрал 5 голосов. Спасибо. Спасибо.